Николай Николаевич, у вас вопрос по поводу одного из пунктов, потому что после страны мы съездили сразу, и после этого там встретился мастополь Джамильев, и он устроил страницу для того, что ловил за то, чтобы вернуть Крым в Украину. Как вы прокомментируете встречу с Джамильевым, и как вы намерены возвращать Крым в Украину? Джамильев, Мустафан Джамильев, известный правозащитник, общественный деятель, уважаемый человек, как в Советском Союзе, так и в Украине. В России в меньшей степени, потому что власть его очерняет, российская власть. Он, кстати, депутат всех созывов Украинской Рады, и сейчас действующий депутат Рады. Поэтому, безусловно, это очень уважаемый человек, представляющий серьезную часть общества. Да, это первое. Я поэтому с ним встретился с удовольствием, потому что я встречаюсь с теми политиками, которые разделяют ценности, которые исповедует моя партия. И не очень. Поэтому это обычная политическая нормальная жизнь. Поэтому это сделано не случайно, а это все, так сказать, планово. Что касается позиции Покремова, ну, вы знаете, я ее повторяю регулярно, в течение полутора лет. Я, как считал, так и вся партия наша считает, что присоединение Крыма к России было сделано незаконным. Это является аннексией. Незаконное присоединение к чужой территории. Поэтому законность должна быть восстановлена. Восстановление законности может быть основано на подписании специального договора между Российской Федерацией и Украиной. Как только власть в России будет сменена, если она будет наша власть, или мы будем, или под нашим серьезным влиянием, то, конечно, немедленно правительство России начнет переговоры с правительством Украины по вопросу восстановления законности. Какая, что там будет прописано, не знаю. Я считаю, что для такой договоренности, конечно, нужно учитывать не только незаконную аннексию, но и мнение граждан, живущих там. То, что проходило, называется референдум, это никакой не референдум. Законности он не имеет. Это можно смотреть как так неудачный проведенный опрос общественного мнения. То, что называется референдумом, а более того, используем для аннексии территории, это вообще преступление. Нет, это референдум не может являться основанием. Никакой другой референдум не может являться основанием для самоопределения. Это может являться, это такой референдум, это опрос общественного мнения, он может являться для учета властями мнения граждан. Я уверен, что к моменту таких переговоров и власти Российской Федерации, и власти Украины будут полностью привержены принципам уважения прав человека, верховенству прав человека. И тогда с учетом этого и проведенного дополнительного опроса, люди будут знать, что они хотят. Они выскажут свое мнение. И власти будут знать, и Украина, и Россия, что хотят жители Крыма. И тогда это будет сопоставляться, их права и свободы с законностью, с международным правом. На основе этого будет формироваться в моем представлении договор, который восстановит законность в отношении Крыма.